Сезон стартовал 15 сентября 2020 года и включал в себя три этапа – региональный, окружной и финал. Члены жюри каждого из регионов участников отсмотрели около 60 постановок, прежде чем сделать свой выбор. Голосование проходило честно. Никто из представителей жюри не мог голосовать за свой регион. Результаты будут известны уже 27 марта. Заинтересованные также могут посмотреть трансляцию голосования на сайте. И 27 марта будет подведение итогов, онлайн-трансляция. Здесь мы тоже будем, наши представители, в том числе ваш покорный слуга, будет участвовать уже в подведении итогов, объявлении результатов. Держим кулачки за наших. Благодаря фестивалю у молодежи растет интерес к искусству. Создаются студии, кружки, молодые театральные коллективы замечают, и каждый из актеров развивает свой творческий потенциал. А подобные конкурсы – это отличный способ показать, как в этом направлении работают соседи по Приволжью. Было интересно посмотреть с той стороны, а как вообще, то есть, ну, в других городах, там, в других областях проходит вот этот тур, ну, ну, вообще театр развивается в непрофессиональной сфере. Театральные коллективы к постановкам и в целом к участию в конкурсе подошли ответственно. В итоге в финал фестиваля «Театральное Приволжье» вышла театральная студия «Живая классика» лицея номер 7 Саранска. Для каждого из юных актеров такой опыт очень ценен. Мы поставили ночь предрежительством, и я очень рада, что этот спектакль смог получить место на таком значимом для нас всех конкурсе. Я думаю, что все ребята, так же, как и я, гордятся нашими успехами, и я думаю, что у нас еще все впереди. Коллективы, победившие в конкурсе, получат гранты на новой постановке, а победители в отдельных номинациях «Лучший режиссер», «Лучший актер» и «Лучшая актриса» смогут увидеть спектакли ведущих театров Москвы и побывать на экскурсиях. Торжественная церемония награждения состоится в конце апреля в Ижевске. Валерия Новикова, Станислав Семин. Народные новости.